Всем привет! Меня зовут Аня и я начинаю свой влог из Барнаула, из столицы Алтайского края. Сегодня утром, а именно 6 утра по Барнаулу, а не по Москве, потому что в Москве было только 2 часа ночи, мы прилетели в этот прекрасный город. Я только что вернулась с прогулки по Барнаулу. На самом деле он ничем не примечателен, но само ощущение, что ты в Сибири, на Алтае. Не знаю, я никогда не была так глубоко в России, в азиатской части России, и для меня это очень ново, потому что всегда Сибирь у меня ассоциировалась с тайгой, с медведями. Я понимала, что там есть крупные города, но то, как устроено всё внутри, для меня было загадкой. Сейчас же я прошлась по Барнаулу. Это обычный город, на чём-то похож, не знаю, на тот же Ярославль. Численность населения где-то 700 тысяч человек, все очень дружелюбные, приятные, всё как обычно, как в обычном российском городе. Конечно же, мы с семьёй не будем сдерживаться в Барнауле долго, буквально побудем здесь несколько дней у родственников, и позже начнём своё путешествие по горному Алтае на машине, которую мы здесь арендуем. Наше путешествие длилось 6 дней. В первый день мы проехали самое большое расстояние, где-то около 600 километров. Мы из Барнаула поехали в город Акташ. Там у нас была ночёвка в Чуйской долине, и здесь мы остановились на 2 дня. Это самое глупое горного Алтая. Здесь как раз раскрывается весь горный Алтай. Это совершенно не туристическое место. Люди, которые хотят более такого пляжного отдыха, грубо говоря, едут на Алтай. Совершенно другое место, которое называется Бирюзовая Катунь. И оно остаётся в самом начале горного Алтая. Мы же спускаемся в самый низ, ближе к границе с Монголией. Итак, во второй день нашего путешествия мы поехали на марсианские пейзажи. Но перед этим мы заехали посмотреть гейзерное озеро. Это удивительное место. Вообще, на самом деле, в гейзерном озере нет гейзеров. Там просто источники, которые бьют голубой глиной, из-за чего на озере образуются голубые разводы. Мы буквально пробыли там час, может быть, посмотрели на озеро, прогулялись по тропинкам. Полюбовались и поехали уже на марсианские пейзажи. Мы сейчас приехали на марсианские пейзажи. Это где-то недалеко от Монголии, 10 километров, где я иду идёт. Марсианские пейзажи ставят своим интересным цветом скал. В общем, разогретный цвет скала прословлено смеянием порог. Здесь раньше было озеро, которое потом в течение миллиардов лет высохло. И остались только красивые разводы, большое количество разных порог. Очень красиво. Даже если постараться, то можно найти окаменелые водоросли. И также есть марс 2 и марс 3, но они более труднодоступные. Поэтому мы поехали только на марс 1. При этом у нас тоже случилось приключение, потому что мы смогли проехать на нашей рековушке. Мы взяли в аренду сетан. Мы смогли проехать только несколько километров от деревни. Где-то 3-4, дальше у нас идёт река. И мы арендовали баханку из-за другой группы туристов. Мы доехали уже до марса 1. В селе недалеко от марсианских пейзажей. Мы заехали в кафе, чтобы попробовать национальную кухню Алтая. Блюдо из яка называется курдак, кумыс и лепёшка на тандыре. Национальная кухня Алтая на самом деле не очень разнообразная. В основном это мясо и какие-то молочные продукты, потому что здесь очень развитое животноводство. Они совершенно не занимаются огородничеством и не выращивают никакие травы. Травы не только в суши. Когда мы ехали по Чуйскому тракту, мы часто видели, что местные жители останавливаются на обочине и идут с такими большими пакетами кто-то в горы, на луга. И было видно, что они собирают там какие-то травы. Возможно, они используют их и в медицинских целях, и для чаёв разных. Ну и также, может быть, как приправы. Скорее всего, все витамины, они берут именно от трав, а не от овощей и фруктов, как это делаем мы, как мы привыкли это делать. Сама трасса, Чуйский тракт, сама по себе уникальна, потому что те пейзажи, которые открываются вокруг, они просто завораживают. Так, например, с севера Чуйский хребет. Это заснеженные горы, которые видно прямо с дороги. То есть можно спокойно остановиться, посмотреть, полюбоваться на них, просто посозерцать. Это очень красиво. Сегодня третий день нашего путешествия, и мы находимся в селе Каракол, в национальном парке Учинмет, где мы и остановились. Также сегодня мы посетили Петроглиф и Калбакташ. Это по численности мест, где собраны петроглифы древних людей. Они датируются четвертым и пятым веком до нашей эры и продолжаются до средневековья. Это очень красивое место. Мы пробыли там с экскурсоводом 2 часа и 45 минут. На самом деле экскурсия длится гораздо меньше, где-то около часа. Но нам очень повезло, и нам все рассказал директор парка, который погрузил нас в эту историю и рассказал о каждом наскальном рисунке. После Петроглифа в Калбакташ мы также заехали в кафе с национальной кухней, и на этот раз мы попробовали десерт Чок-Чок. Это такие шарики. Они чем-то похожи, не знаю, наверное, на пирожное картошка, только, наверное, более пресные. Но в целом интересно. А, и также сыр Быштак. Вот этот сыр очень вкусный. Чтобы вы понимали, что за звук на заднем плане. У алтайцев своя вера. Вчера мы ездили на марсианские пейзажи, и после мы заехали на пастбище, просто потому что я хотела посмотреть овечек. Типичный городской человек. И там была девушка, она живет в Горноалтайске. Также я не говорила, но республика Алтай и алтайский край, они совершенно разные. В республике Алтай есть только один город, это столица, Горноалтай. Все же остальные населенные пункты, это села, поселки какие-то, деревеньки, но город только один. И вот эта девушка, она приехала из города, как бы на сенокосы, к своим родителям, которые держат всякий домашний скот. И она приехала им помогать. И она поделилась, что их вера, она уникальна, они верят в духов, знают понимённо каждую гору в своей долине. То есть, например, у них в определённом месте находится их деревня, и вокруг деревни находятся холмы и горы, и каждой горе дано своё название. И вот к определённой горе они ходят как бы молиться, поклоняться, они верят, что там живёт дух, и это их религия. Они не мусульмане, не христиане, они именно, можно сказать, что язычники. На самом деле, Горноалтай очень самобытный, здесь действительно уникальное место, и пока ты не посетишь его, ты не поймёшь, что такое аилы, как люди живут вообще в этих деревнях, что коровы здесь реально ходят по дороге, и это уникально, и здесь очень-очень красиво. Я просто в восторге. Четвёртый день нашего путешествия. Мы поехали изучать национальный парк Учин-Мек. Долина Караковья для священных, для алтайцев. Вообще, она восстановлена, потому что многие памятники были либо разрушены, особенно в советское время, как алтайцы имеют свою веру, многие обелийские имели лица, то есть как бы какие-то языческие символы. Они были напрочь уничтожены. Так же, как и многие шаманы. Сейчас Каракольская долина предназначена для того, чтобы напомнить алтайцам об их древней культуре, о том, какие были у них предки. И некоторые стелы были восстановлены, некоторые привезены из музеев и поставлены на то место, где они были изначально. Последние три дня мы пробыли в более туристической зоне горного Алтая. На шестой день поехали на Телецкое озеро. Когда я составляла план путешествия, то я думала, что это тоже какое-то интересное историческое место, но по факту нет. Поселок Артебаши, он такой же туристический, как и Манжерок. Там куча катерков, люди в основном отдыхают. То есть сюда не стоит приезжать ради какой-то исторической ценности. Да, само озеро красивое, вокруг него холмы, но что-то интересное и познавательное вы там не увидите. Можно просто приехать отдохнуть, что в принципе и сделали мы. В последний день мы просто кушали арбуз, купались в этом озере и наслаждались летними днями. Все, после Телецкого озера мы вернулись обратно в Барнаул, пробыли там еще несколько дней, и у нас был самолет обратно в Москву. Что я могу сказать в завершении? Путешествие по Алтаю, оно уникально, оно того стоит. Стоит того, чтобы 4 часа лететь на самолете. И обязательно стоит арендовать машину, потому что просто побыть в городе, типа Барнаула, Новосибирска, это совершенно не то, это недостаточно. Недостаточно съездить просто в Манжерок и полюбоваться бирюзовой катунью, потому что с таким же успехом вы можете съездить в Геленджик. Стоит именно поехать в этот самобытный Алтай, познакомиться с алтайцами, именно с местными жителями, как это сделали мы, потому что мы общались и с парой из Новосибирска, мы пили вместе с ними чай, они рассказывали об их жизни. И также, конечно, с директором Колбакташа, который не только провел нам экскурсию, но также рассказал о своей жизни, о том, что у алтайцев есть и свой язык, своя религия, своя культура. Обязательно стоит попробовать национальную кухню, просто чтобы, не ради того, чтобы как-то побаловать свои вкусовые рецепторы, а просто чтобы больше окунуться в эту жизнь, понять этих людей, их культуру, как они вообще живут изо дня в день, что они делают. Это очень интересно. Изучайте Россию, вот что я могу сказать, что у нас есть тоже что посмотреть наравне с другими странами, и каждый кусок России, он уникален, будь то юг, будь то Сибирь, будь то север. Это все совершенно разное, и очень интересно понимать, что это все наша одна страна. Я очень надеюсь, что я смогла передать эту атмосферу Алтая, и вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и с вами была Аня, увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok